Добрый день, друзья! Меня зовут Евгений Иванов и сегодня мы рассмотрим ошибки и решения при съемке. И в этом уроке вы узнаете несколько типичных ошибок, которые допускают новички при съемке, монтаже и продвижении своего видео, а также решение этих ошибок. Итак, давайте рассмотрим их. И первая ошибка – это неудачный задний фон. То есть люди позволяют себе снимать себя на видеокамеры своих ноутбуков, либо совершенно не смотрят за тем, что находится за их спиной, оказывая таким образом неуважение к зрителю. Ну и, конечно же, как решение – это нужно выбирать задний план, смотреть, что за этим будет и просто-напросто представлять себе, как это все будет выглядеть, то есть каким образом посмотреть на все глазами зрителя. Ну и великолепная технология, конечно же, хромакей, то есть когда вы можете поменять задний фон в программе монтажа. Но это достаточно сложно и как минимум нужно иметь ткань специальную для того, чтобы это делать. Вторая распространенная ошибка – это плохое качество звука, то есть когда люди снимаются у дороги, в парках и так дальше. Когда очень шумно вокруг, как правило, сложно разобрать, что же говорит диктор. И использование микрофонов решает эту проблему. Стоимость, как вы видите, от 300 рублей и выше. И здесь может быть серьезная проблема – это когда ваш фото- либо видеоаппарат не имеет разъема для микрофона. Но, значит, можно это подключить к ноутбуку и записывать на ноутбук. Либо записать звук позже и смонтировать в программе монтажа. Съемка с рук приводит к смазанному изображению. И, естественно, в этом случае лучше применять штатив. Применение даже дешевых штативов позволит в разы увеличить качество вашей картинки. Неправильно выбранная экспозиция. То есть объект либо далеко, либо слишком близко к камере. Это можно использовать для определенных моментов съемки. Мы должны помнить о золотом сечении правиле третей. И, конечно же, крупность планов, чередование крупности планов позволяет, отдаляя, приближая картинку, делать ее более динамичной, более зрелищной, чтобы зритель не уставал. Неправильно выбранный свет, конечно же, резко снижает качество картинки. И зачастую нужно просто-напросто при начале съемки отталкиваться именно от того, где расположен у вас источник света. И потом, когда объект съемки освещен нормально, потом уже начинать подбирать задний фон, ну и убирая что-то лишнее там. Как правило, делают наоборот. То есть выбрав какой-то фон, поставили туда человека и не обращают внимания на солнце, на источник света. Поэтому получается, что лица не освещены, либо резкие тени на лице и так дальше. Либо человек начинает просто-напросто щуриться в камеру. Не очень красиво. Так что по возможности, как решение этого, необходимо иметь какие-то источники света дополнительные. Это может быть накамерный свет, либо отдельными какими-то лампами. Желательно белого, холодного цвета. Что сразу же позволит вам расширить, конечно же, место, где вы можете снимать. То есть и в помещениях сможете, и в сумеречное время, и так дальше. Как ошибку можно рассматривать то, что выступающий неподвижен. То есть это может происходить от того, что выступающий перед камерой человек напряжен и боится совершать каких-то личных движений. А зритель видит статичную неподвижную картинку, которую перед ним на протяжении нескольких минут. Это не есть хорошо. И как решение необходимо создавать движение на экране. Зритель устает от однообразия. И желательно смена кадра каждые 8 секунд. Для этого голливудские мастера производят съемку несколькими камерами, показывая картинку с разных ракурсов. То есть классический стандарт – это смена кадра каждые 7-8 секунд. Сами операторы, сценаристы называют это «дать в глаз». То есть постоянно меняя картинку, заинтересовываясь, завлекаясь зрителя в процесс. Ну и конечно же во время монтажа мы можем сделать картинку более динамичной, дополняя ее какими-то фотофрагментами. Распространенная ошибка – это когда человек, выступающий перед камерой, начинает в так свои речи махать руками. Он не замечает этого совершенно, но когда зритель смотрит на экран, он видит постоянно облетающую руку перед лицом выступающего. И это очень и очень отвлекает сути разговора. И как выход для этого занять руки, то есть для этого подойдет планшет, либо карандаш. И что-то держать в руке. Если вам необходимо что-то показать, вы лучше покажите либо карандашом, либо авторучкой, а не тыкайте пальцем, как обычно это делают. Еще одна проблема, когда нет резкости и объект на экране размыт. Это возникает тогда, когда у вас на фотоаппарате, либо видеокамере ручные настройки. И человек забывает просто-напросто настроить вручную. Если человек снимает сам себя, то это очень тяжело исправить. Потому что для того, чтобы настроить резкость объектива фотоаппарата, нужно перед объективом иметь объект. А его нету. То есть вы подошли, настраиваете, то есть фотоаппарат настраивается непонятно на какую перспективу. И потом, когда вы встаете в кадр, фотоаппарат не настроен на нужное расстояние. И как правило, после этого приходится просто-напросто перезаписывать видео. И после того, как вы сняли видео, есть несколько ошибок, которые новички совершают при монтаже видео. Часто отсутствие заставки приводит к тому, что когда зритель открывает ваше видео, он не может понять, кто снял, что снял, о чем там ролик. То есть с места в карьер. И поэтому заставку, конечно же, делать желательно. Ссылку на ресурс указывайте под видео. Никто не будет переписывать адрес ссылки прямо с экрана. Читайте, проверяйте написанное вами. Не перегружайте информацией. Будет хорошо, если вы попросите постороннего человека проверить то, что вы написали. Это будет свежий взгляд. Поскольку в программе монтажа мы имеем возможность разделить аудио и видеодорожки, то очень часто происходит из-за разъединения дорожек неудачное совмещение звука и видео. Но если вы будете внимательнее следить за этим, то, конечно же, это ошибки вы сможете легко избежать. Поскольку в программе монтажа мы можем монтировать фрагменты видео, то здесь нужно уделить внимание тому, чтобы эти переходы не были рваными и резкими. И не дергали глаз. Фрагменты при монтаже можно соединять следующим образом. Наложением один на другой, переходами, а их очень большой набор, через затемнение начала и конца фрагмента. Правильно подбирайте последовательность фрагментов. Вы должны менять планы, ракурсы с крупного на общий, с дальнего на средний и так дальше. Помните о голливудском способе съемки, когда 7-8 секунд и кадр меняется. В общем, помните о том, как снимают голливудские мастера. 7-10 секунд и смена кадра. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что диктора не слышно, из-за того, что музыка, наложенная фоном, звучит громче, чем голос диктора. И очень часто, добавляя аудиоэффекты, мы переиграем. То есть мы увлекаемся и ставим этих эффектов и музыки больше, чем это необходимо. И музыку ставим громче, чем это необходимо. Музыка должна идти рефреном и звучать громче только там, где это необходимо. Ну и добавление качественной музыки, спецэффектов, устранение лишних шумов, использование микрофона, все это резко повышает качество вашего ролика. Иногда, просматривая видео на канале YouTube, мы видим черные полосы с боков, либо сверху и снизу. Почему это происходит? Проигрыватель YouTube имеет соотношение сторон 16 к 9. И содержание другого формата тоже будет отображаться без искажений, поскольку система добавляет вертикальное, формат почтовый ящик, и горизонтальное, формат конверт, черные полосы по краям. Чтобы видео полностью заполняло окно проигрывателя, используйте следующее разрешение. 1080p, это соотношение сторон 1920 на 1080 пикселей, 720p, 1280 пикселей на 720, 480p, 360p и 240p. Везде выдерживается соотношение сторон 16 к 9. И YouTube автоматически добавляет черные полосы сверху, снизу, слева и справа, для того, чтобы видео отображалось корректно, без обрезки или растягивания, независимо от размера видеокадра и экрана проигрывателя. Например, система добавит вертикальные полосы, формат почтовый ящик, к видео формата 4 к 3, чтобы привести изображение к формату 16 к 9. То же самое происходит, когда проигрыватель изменяет размер, например, пристраивание на другой сайт. Поэтому кадром формата 16 к 9 добавляются полосы сверху и снизу, чтобы соответствовать соотношению 4 к 3. И вы можете воспользоваться тегами форматирования, для того, чтобы изменить его в окне проигрывателя. И настроить нужное соотношение сторон вы можете в настройках проекта. Это один из самых важных этапов работы с видео. Разрешение видео, очередность полей, частота кадров и другие настройки. И неправильные установки может испортить даже самый лучший видеоматериал. Запомните, что современное разрешение изображения – это 1920 на 1080 пикселей, Full HD качество. И запомните также, что во всех традиционных форматах эфирного телевидения соотношение сторон картинки составляет 4 к 3. А в стандарте Full HD, высокой отчетности, соотношение сторон картинки составляет 16 к 9. И, пожалуй, еще один важный момент – это когда ваше видео может быть слишком затянуто по времени. И требования к ролику – сокращайте нещадно. То есть убирайте все лишнее, оставляйте основу, продумывайте режиссуру для того, чтобы у вас получилось короткое, яркое, запоминающееся видео. Если вы учтете все факторы, о которых я тут говорил – это проработка темы, сюжета, выбор фона, персонажей, грамотная съемка, обработка видео, добавление спецэффектов – все это заставит зрителей заходить на ваш канал снова и снова. И в следующем, третьем уроке мы с вами рассмотрим, как создавать зрелищные видео. Это добавление видео, аудио, спецэффектов и основы режиссуры. Благодарю за внимание. С вами был Евгений Иванов.